Здравствуйте! У нас сегодня такое скучное название Движение заряда в магнитном поле А сначала-то хотели назвать Навиваясь на силовые линии магнитного поля Потому что именно так движется заряд электрический в магнитном поле Он навивается на силовые линии Представляете, как красиво навиваясь? Ну, пришлось наступить на горло песни И сделать название более сухим Движение заряда в магнитном поле И даже можно шире сказать в магнитном электрическом полях Ну, вот оно, заряд Куда же деваться? Движется Движется, колышется, растет Движется в поле В поле магнитном Вот, смотрите, что тут с ним происходит Интересные всякие штуки Ну, во-первых, пунктиром нарисована его траектория Ну, или фрагмент траектории Заряд у нас положительный Ну, так, чтобы проще было соображать, куда будет действовать сила Вот V1 Это скорость заряда Перпендикулярная Перпендикулярная В Вот она В это сама скорость И мы ее спроецировали на два направления Одно направление параллельное В А другое к нему перпендикулярное Угол альфа Это угол между векторами В и В Вот этот вот V1, который мы назвали Это перпендикулярная составляющая скорости Составляющая скорости, так говорят Перпендикулярная к вектору Магнитной индукции В Вот она, да? И вот, ежели мы будем Как это называть? Считать силу Которая со стороны магнитного поля действует на заряд Это вообще обычно называют силой Лоренца Да? Вот она будет равняться чему? Помните, мы говорили Векторное произведение Векторов В и В Ну, она с ним Им пропорционально Там еще умножить на Ку Все как положено О! Что будет происходить, да? А векторное произведение Это, значит, произведение векторов На синус угла между ними Это величина, да? И направлено Перпендикулярно той плоскости В которой лежат эти векторы Да? Вот так вот Оно и работает Туда направлено Кстати, в нашем случае Туда вниз, за кадр, да? То есть, надо так вращать От вектора В к вектору В Винт правый, да? он там будет, вот это вот F на самом деле, ну, понятное дело, это вот 2D изображение всякие, нет бы там очки-то, 3D было, все дело, о, будущее, лекции в 3D, представляете? Так вот это вот туда за кадр направлено, вот туда его сила-то вот и тянет. И вот видите, он как так вот это вот на самом деле загибается туда, вот он только по окружности какой-то бегает, да? По окружности. Нет, он по спиральке движется, потому что скорость-то у нас направлена под углом к вектору B. И вот это закруглять-то будет только вот эта вот составляющая скорости, перпендикулярная к вектору B. Вот оно, ускорение, да? Нормальное ускорение, нормальное ускорение, то есть перпендикулярное. Это вот буква Омега обозначает на самом деле ускорение. Это, она с виду Омега, на самом деле это маленькая-маленькая такая прописная красивая буква W. W. Вот она. Перпендикулярная к направлению поля, да? Перпендикулярная к направлению поля. Вот это вот его составляющая, да? Ну, вот. Тут, правда, надо было сказать, что это и скорость перпендикулярная к вектору B сюда входит. И вот она так и крутится. Ну, представьте себе, что это все аккуратненько крутится действительно в магнитном поле по окружности. Вот оно, центростремительное ускорение V квадрат делить на R. Вот чему она должна равняться. И получается, что радиус вращения связан со скоростью и с магнитной индукцией. И с зарядом, да? Ну, понятное дело, что магнитную индукцию мы можем зафиксировать. Скорость и заряд. Но если заряд мы знаем и знаем энергию, которую имеет тело, то как-то... Ну, все равно некая такая неуверенность есть. А вот период обращения с этим делом проще. Период обращения нашего вот заряда он чему равняется? Значит, он равняется вот чему. Значит, что там такое? 2 πr делить на V. Да? 2 πr делить на V. И что получается у нас? 2 π, вот оно R. И разделили на V, и V пропало. То есть, оказывается, период обращения электрона по орбите в магнитном поле... Вот, электрон попал в магнитное поле. Вот этот вот период его, он зависит не от скорости, он зависит только от отношения массы и заряда... масса к заряду, да? Вот это вот соотношение. Вот оно зависит только от периода. Нужно сказать, что я вам уже как-то пробалтывался не один раз, что вращающийся по... движущийся ускоренно, вращающийся по орбите электрона, он будет излучать. Это лишний повод ему терять энергию, да, на излучение. Движется этот заряд. Очень интересно. Вот, смотрите, вот, например, из точки некоторой, по-моему, она тут у меня обозначена буквой О. Под углами друг к другу вылетели две частицы. В1 и В2, скорости-то были разные. У них, соответственно, радиусы вращения разные, Р1 и Р2. А вот их орбиты, они вот все время будут пересекаться, встречаться в этой точке О. Они все время будут туда возвращаться. С определенным, значит, вот периодом. А период у них одинаковый. Вот. Тау-тохронные пути. Тау. Тау. Так обычно буквы Т или буквы Тау обозначают время. Тау-тохронные. Одинаковые по времени пути. Вот эти вот тау-тохронные траектории. Значит, гораздо интереснее рассмотреть движение электронов в магнитном поле, когда он движется под некоторым углом к магнитному полю. Ну, понятное дело, что точно, что перпендикулярно магнитному полю двигалось, как вот в предыдущем нашем рассказе, который вы наверняка читали в учебнике, так добиться нельзя, он будет двигаться по спирали с некоторым шагом, навиваясь на силовые линии электрического поля. Вот он, положительный зарядик, навивается на силовую линию электрического поля и скользит по ней. Шаг спирали, можно это определить, шаг вот этой вот спиральной траектории, вот этой вот спиральной траектории. Ну, это очень просто, правда? Это очень просто. Это надо взять в составляющую скорости параллельную движению, да, и умножить на период, да, на период. Вот он, период, да, t. А период-то, между прочим, он ведь у нас не зависит от скорости. Не зависит от скорости. Период не зависит от скорости. И вот этот вот наш шаг спиральки, то он будет у нас определяться исключительно только, значит, вот этой вот параллельной составляющей, V на косинус альфа. Асключительно ей будет определяться. Это очень интересная вещь, которая часто в разных спекуляциях используется. Спекулятивное использование той или иной, значит, так сказать, физического эффекта, да. Так это называется, спекуляция, использование с выгодой. Вот, смотрите, очень любопытная задачка. В постоянное электрическое поле влетает частица заряженная. Вот она слева со скоростью V0 влетела в постоянное электрическое поле. Что такое постоянное электрическое поле? Это конденсатор электрический. Вот он, электрический конденсатор. Сверху вниз направлено поле. Ну, частица у нас для простоты, значит, положительно заряженная. Ну, по жизни все наоборот. Обычно у нас это электроны, которые в электронно-лучевой трубке летят, и вот этот конденсатор снизу вверх направлено поле, и вот эту частицу вниз гонит. Как будет она падать? А это же понимаете, в чем дело? Попав в это поле, наша заряженная частица будет двигаться, ее движение будет состоять из двух движений. Первое движение горизонтальное со скоростью В0, а второе, оно будет приобретать перпендикулярную к этому направлению движения скорость В0, перпендикулярную, как будто падает в этом поле. То есть, представьте, как вот она влетела в зазор между пластинками, тут кто-то включил поле тяжести, а тут вот включилось электрическое поле, оно просто тут есть, да, вот тут есть поле тяжести, электрическое поле, а вот за его пределами нет. И вот пока она летит в этом поле тяжести, она летит по чем? По траектории, которая называется параболой, падает по параболе, да, это как будто тело, брошенное горизонтально, ну, такие вот задачки регулярно решали школьники на механику, горизонтально бросают что-нибудь, мячик, апельсин, камень, пулю выстрелили горизонтально, и она, значит, летит и падает, да, вот дальность прямого выстрела. Стреляете по какой-нибудь мишени, и нужно, чтобы пуля поднялась не выше мишени, а вы вообще вот сами ростом с мишень, и вот она упадет, когда вот на вашу высоту, да, вот так она вот упадает. Ну, пуля, правда, не настоящая, а летящая в вакууме, где-то на Луне вы эту стрельбу устроили. Страшное дело, в общем. Ну, вот так вот и получается такая вот траектория. Между прочим, очень любопытно. Следующее, вот она вот искривилась, его траектория, да, траектория вот этого самого заряженной частички, и полетела дальше по прямой, только уже по прямой, которая отклонилась от нашего первоначального направления. И знаете, любопытная вещь какая? Ну, во-первых, такое впечатление, если смотреть только на траекторию движения заряженной частицы до попадания в конденсатор и после того, как она из него вышла. Да, это два, ну, две прямых. Так вот, они вот, если их продолжить пунктирно, они на картинке продолжены пунктирно, они пересекутся как раз в серединке этого конденсатора. Ну, с одной стороны, это можно доказать с формулой в руках, а с другой стороны, сообразить. А кривая-то, это ведь симметричная парабола, она же симметричная. И она должна как ни крути, вот быть, вот этот вот кусочек параболы, он должен быть симметричен относительно начала и конца. То есть, вот если продолжить вот эти вот его хвосты, да, он как раз должен в середине своей траектории пересечься. А середина траектории как раз в середине конденсатора. Все правильно. Так вот оно должно быть, да. Вот так вот. Тут, кстати, на этой картинке еще масса всяких обозначений. Давайте к ним повнимательнее присмотримся, на всякий случай. Значит, обозначения такие. Длина конденсатора FL1. И L2 это то, что после этого конденсатора, после этого поля, поля, да, вот перпендикулярного траектории, значит, полета нашей заряженной частицы, то, что она летела уже без поля, да. Это как бы вот у нас с катода вырвался электрон, пускай, скажем так, электрон, или где-то из генератора протонного пучка, значит, в ускорителе вырвался, значит, протоны, попали, значит, в конденсатор вот этого с постоянным напряжением, и отогнулось и дальше полетело, да. За время падения внутри конденсатора частичка упала на Y1, а дальше она еще упала на Y2. Вот это вот общее отклонение от линии, да, от оси, это будет Y, да. Вот Y будет, такое отклонение будет. Вот. Ну, это, кстати, расчетная задача такая, и любят рассчитывать, заставлять рассчитывать школьников и студентов. Тут ничего особенно сложного нет. Простая геометрия. В принципе, это еще иногда называют оптика электрических пучков, электронных пучков, оптика. Действительно, такая оптика и существует, но тут это самый такой примитивный, собственно говоря, эффект. Мы не рассматриваем рассеяние пучка. Настоящий пучок оптический, с которым работают создатели фотообъективов для фотоаппаратов, разных проекционных устройств, вот в кинотеатре, например, проекция на экран изображения, ну, биноклики всякие там, очки, вот. Ну, во всяком случае, проекционные системы, а фотоаппарат, это проецирует изображение на фотопленку или на чувствительную поверхность сейчас, значит, ПЗС-структура. Ну, в общем, электронного приемника изображения. Либо, значит, на экран проецирует этот самый, как он называется-то, проекта в кинотеатре. А каждый отдельный лучик, он ведь состоит из некоторого количества лучиков. Это у нас тот идеальный, он вроде прямой, а там он немножко вот рассеется. И вот он на экране, он рассеется. И вот изображение будет, если к нему внимательно приглядываться, немножко размытое. То же самое будет, если приглядываться к изображению на фотопленке или там на поверхности электронного фотоприемника изображения, в электронном фотоаппарате, да, будет немножко размытое, потому что вот не совсем правильный был пучок. И задача нашей оптики – не дать пучку слишком сильно рассеиваться. То же самое и в электронной оптике. Ведь электронная оптика рисует там изображение. Ну, рисовала до недавнего времени. И продолжает рисовать сейчас. Изображение в телевизоре на экране электронной лучевой трубки, ЭЛТ, так называют. Вот и здесь то же самое. Да, ну, кстати, есть простенькие формулы для вычисления всех этих вещей. Вот, например, Y1. Да, замечательная вещь. Y1. Значит, падает, падает заряженная частица с ускорением WT. Вот это вот, как омега выглядит, да, это маленькая W-шечка. W перпендикулярная, простите. Значит, 1-2 ускорение на T в квадрате. Помните? Она, формула, она. Так, равняется. Чему равняется ускорение? А ускорение просто равняется сила, E, заряд, заряд вот так, E' на всякий случай. А вдруг это не однозарядное что-то, а как и многозарядный ион, например. E умножить на напряженность, поле делить на массу. Вот она ускорение. Сила делить на массу, да? Вот. А время какое пролет? А время пролет такое. Вот длина конденсатора, L1, делить на скорость, V0. Вот за это время он покинул конденсатор, да? Вот он, L1 в квадрате на V0 в квадрате. А вы нам не вдумевайте, для чего все это я пишу. О, кончится очень неожиданно. С одной стороны, вроде бы формулка, но кончится все совершенно неожиданно, я вас уверяю. Тут есть твоя такая драматургия, шокирующая. Вот. Ну, с другой стороны, некоторым людям зрелище формула, вообще бы невозможно, вызывает тошноту. Ну, а тем, кому не вызывает, это будет, в общем, шок в конце от того, к чему это все пришло. Так вот, вот она какую перпендикулярную составляющую приобрела скорость, да? Ну, понятное дело, ускорение умножить на время. Да? Вот, ну, пожалуйста, вот такая вот перпендикулярная скорость. И дальше он полетел дальше, дальше полетел, полетел уже спокойненько в своем этом самом, значит, уже в свободном пространстве без электрического поля, да? Вот она, ускорение, которое он набрал, вот на время умножить, или один на В0, это то время, за которое заряд пролетел, этот конденсатор, да? И угол, под которым он полетит, пожалуйста, тангенса альфа называется, да? Отношение перпендикулярной скорости к скорости, значит, поступательного движения вдоль оси, да? Как положено было лететь. Ну, вот это мы все учли, да? Вот оно, вот она перпендикулярная скорость, вот она, скажем, с В0, и тут внизу опять появилась В0 квадрат. Как интересно-то. Так вот, у2 тоже, получается, внизу содержит В0 квадрат, да? Любопытно. Короче говоря, вот насколько сместится пучок. Это очень внимательно надо посмотреть. Значит, тут что у нас? Отношение заряда к массе есть. Напряженность поля есть. Видимо, напряженность поля мы сможем задавать, да? В1 делить на В0 квадрат, и вот это вот дальше конструкция из В1 и В2. Да, есть такое вот дело, да? Вот настолько он сместится по этому направлению. Да? Вот этот вот Y можно через тангенс изображать, ну, играть как хотите. А теперь давайте у нас частичка. В1 попало в магнитное поле. Вот оно что сделало. Она попала в магнитное поле и тоже стала отклоняться от своего направления движения. Да? Стала отклоняться. В принципе говоря, ситуация та же самая. Есть у нас скорость В0. Она очень большая. Это потому что тело вот вылетело оттуда из электронной пушки. Ну, если это речь идет об электронах, или это вылетело из генератора пучка, значит, ионов, да? Если речь идет вот о том, что вас должно шокировать в конце, да? Вот она вот тоже В0 в основном, эта скорость. То, что перпендикулярно к ней приобретается составляющая, она невелика, ну, честно говоря. То же самое, что и в электрическом поле. Это было немного, небольшое отклонение. То есть, в принципе говоря, на всем участке, на всем участке вот этого поля магнитного, в котором влетел заряд со скоростью В0, на него действует постоянно в одном и том же направлении, вот как по картинке, это вниз, да, сила Лоренца. И, в принципе, все время одна и та же. В принципе, можно пренебречь тем, что немножечко скорость изменилась, потому что к этому В0 добавил еще перпендикулярный. Правильно было бы считать по закону, по теореме Архимеда, посчитать суммарную скорость, она будет меняться, но это только нам затемнит голову. А так, в принципе, все то же самое. Все то же самое. Опять те же самые размеры, L1, L2, опять все то, все абсолютно то же самое. Значит, перпендикулярно к направлению движения, вот она, Лоренцева сила действует, вот она действует туда, Лоренцева сила. Опять все те же самые смещения, Y, и вот он сместится. Помните, там был X, а тут Y. Вот и вся разница. И сместится все настолько же. Но! Маленькая деталь. X у нас будет, вот это смещение, пропорционально будет, ну, вот всему, почти всему тому, что было и раньше, да, E на M, V, и только делить не на V0 квадрат, а на V0. Заметили? Вот такая маленькая деталька. Такая маленькая деталька. И тангенс тут вот тоже, видите, V0 тут внизу, а не V0 квадрат. Вот. Вот он, X наш. Так вот, видите, такой красивый заголовок, все это к чему было-то? Что должно вызвать шок? Измерение заряда и массы электрона. Про измерение заряда я вам как-то болтался. Это были знаменитейшие опыты Меликена. О них еще стоит поговорить. А вот отношение заряда к массе, это будет очень наглядный и простой опыт. Это измерение заряда к массе не только электронно имеется в виду отношение, это и любых ионов, да, измерения, и даже их регистрация. Сейчас расскажем, как тут у нас дело происходит. Вот у нас принципиальная схемка электронно-лучевой трубочки. Электронно-лучевой трубки. Ну, во-первых, значит, это ее принципиальная схема. Тут мы отклоняем двумя электрическими полями, да. Вот у нас справа, если смотреть, самое широкое место это экран электронно-лучевой трубки. Тут пучок электронов падает на люминофор, который изнутри покрывает стекло. Люминофор начинает светиться под действием пучка электронов. А тут у нас два конденсатора, которые в горизонтальном или вертикальном направлении меняют направление пучка. А вот самое интересное слева. А слева там два объекта. Катод и анод. Катод это такая вот спиралька. У меня тут червячок написан. Это действительно есть спиралька. Спиралька, которую нагревают. Если бы вы имели возможность посмотреть, как работает старый телевизор, так вот сзади туда заглянуть за обтекатель, за этот кожух, то в электронно-лучевой трубке там горит вот этот вот огонечек. Там нить накала вот этого самого катода. Катода. С этой нити накала в вакууме вылетают электроны. Вылетают электроны и ускоряются разностью потенциалов между вот этой вот нитью накала и оно, оно тут такая трубка. Трубка положительная. Вот он в нее влетел, приобрел большую энергию, гораздо больше той тепловой энергии, которую имел электрон, только вылетев с катода. Он в вакууме ускорился и полетел дальше на вылет. Ускорили, он полетел. Он полетел, себе полетел, полетел, полетел уже ускоренный и дальше его стали отклонять. Вот это принцип электрон-лучевой трубочки. Вот. Давайте чуть подробнее посмотрим. Вот он у нас катод-анод. Вот он катод-кэ-а-анод. Вот эти вот управляющие пластины. Вот они у нас преломили это поле. Преломили поле. Значит, сила... Давайте так себе представим. Попытаемся уравновесить электрическую силу E умножить на V магнитной силой E V0B. Это первое, что можно сделать. Значит, направили мы скрещенное электрическое магнитное поле. Помните, я вам все долго-долго толдычил. Вот важно, чтобы пучок не был расходящимся. Да вот как плохо, когда он расходящийся. Картинка, получается, плохая, говорили мы. А мы сейчас сделаем это дело. Вот на этой вот картиночке вот у меня пластинки конденсатора, они откладывают пучок. Да? В этом направлении. И тут же у меня в этом направлении работает скрещенное в другую сторону действующее также. Вот оно перпендикулярно к нему магнитное поле. В электрическом поле отклоняется в какую-то сторону электрон, а в магнитном поле он в другую сторону должен отклоняться. И вот смотрите как, если мы уравновесить электрическая сила, уравновесить магнитную силу, то это будет только при определенной скорости в ноль. Это будет такое, а все остальное отклониться. Это будет замечательное устройство, которое гарантирует нам, что пучок электронов, вылетевший из анода, после такого вот электр... ну, можно назвать электромагнитного или электрического и магнитного сепаратора, или как называть, ограничителя скорости, который скорость четко фиксирует, все остальные он отсеет. Они будут отклоняться и удариться в диафрагму, дальше не пройдут. Он их отсечет. А он отсечет только коллимированный пучок параллельно летящих с одной скоростью электронов. И дальше, когда они будут попадать в электрическое поле или магнитное поле, они будут строго отклоняться на одну величину. Главное убрать разброс скоростей. Поняли, да? Если у нас электрическое поле и магнитное поле компенсируют друг друга, то электрон летит вот прямо, как говорится. А если не компенсирует, он отклонился, все, его убрали, диафрагму поставили, бум, он в нее ударился. Преграду поставили, все, закоротили его. Вот так вот. Между прочим, это замечательный способ фокусировки пучка. Вот смотрите-ка. Можно так добиться вот здесь вот. Это вот, кстати, способ измерения отношения заряда к заряда, за скорость отношения заряда к массе электронов. Вот он, катод-анод, пролетел он через электрическое поле, отклонился и стал навиваться. Вот он, видите, L' это длина катушки. В этой катушке поле параллельное вот, собственно, этому пучку, да, а так как он пучочек немножко отклонился, он стал навиваться на него, да, навиваться, 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 навиваться. Ну, в принципе, они могут навиваться с разными этими самыми частотами, да, с разными, спираль, с разным шагом спирали, потому что все-таки это может быть разный набор электронов, можно таким образом, меняя поле, фокусировать его, пучок, чтобы они все эти траектории в конце концов собирали, все эти шаги, да, компенсировались таким образом и собирались в одной точке. Они все были в фазе, да, ну, понимаете, вот, например, смотрите как, один электрон сделал два оборота, а другой электрон сделал три оборота, и вот они пришли вместе в одно место, в одну точку. Один два оборота сделал, два шага спирали, другой три шага спираль а кто сделал два с половиной он сюда не пришел не успел вот вот так вот регулируя подбирая электрическомагнитные поля вот по моему это был один из первых из случаев измерения этого значит объекта да вот дело в том что значит период обращения шаг спирали это просто напоминаю форму они вот таким образом связано да а вот скорость электронов она связана с его кинетической энергии который он приобрел преодолев вот это вот раз потенциалов е на у вот вот скорость мы в общем то говоря знаем скорость знаем скорость знаем знаем только разные вот угловой разбор вот эта общая длина n l да вот n на шаг спирали тогда мы собрался увидели пучок кстати говоря вот замечательный опыт меликена в котором он регистрировал определял заряды да это не это не простой опыт но это еще не то от чего должны испытать шок в конце значит меликен создавал такой туман масляный значит есть но пока не раньше были значит физиотерапевтические кабинеты они конечно сейчас есть а вот раньше по крайней мере физиотерапевтическом кабинете были такие масляные ингаляторы человек дышал таким масляным дымом этот масляный дым можно надо увидеть на сцене театров или там вот какие-то вот шоу когда наш генератор этого такого масляного тумана гонит на сцену вот этот такой вот масляный дым испарили испарившиеся масло вот иногда она приятно пахнет вот и вот тут такой масляный дым каждая частичка это капелька маленькое масло маленькая капелька масла она был приобретает заряд попавший в И в конденсаторе движется под действием двух факторов. Значит, сила тяжести и электрическая сила. Они все складываются. В принципе говоря, можно пытаться их уравновесить. Вот идея такая, что вот она, сила тяжести, P со штрихом. А это вот сила, которая действует со стороны электрического поля. Заряд умножить на напряженность. Напряженность он, конечно, фиксировал, а вот заряд он пытался измерить. Заряд какой-то капельки, значит, сообщили. Чему равна сила тяжести, которая действует на поле? Вернее, не совсем сила тяжести, а равнодействующая двух сил. Сила тяжести и архимедовой силы. Объем 4,3πr квадрата, объем капельки. Значит, надо такой генератор сделать, чтобы он генерировал капельки примерно одинакового радиуса, одинакового объема. Плотность масла, ро, минус плотность воздуха. Это, помните, архимедовая сила. И умножить на же ускорение свободного падения. Вот оно, разница сила тяжести и архимедовой силы. Ну, естественно, сила тяжести, она, значит, вниз его тянет, потому что капелька масла тяжелее воздуха. И то, что она не сразу падает, это только потому, что она испытывает еще и гидродинамическое сопротивление при движении. Вот если конкретно посмотреть на такую формулу, формула очень сложная, длинная. Вот он, заряд. Тут вот что только нет. Это вот оттуда. Если все правильно вывести, вот это должно получиться. Я, естественно, выводить не буду. Смотрите, что тут есть. Тут есть вот что такое. Эта в кубе, да, это характеристика, показывающая нам силу сопротивления. Да, G ускорение свободного падения. Ро это, вы знаете, плотность. В0 и В электрическое, да, ВЕ. Это вот те тоже составляющие скорости, которые он приобретает при действии электрического поля. Ну, естественно, электрическое поле. Да, вот оно, электрическое поле. Вот. И вот эта вот скорость В0, с которой он падает в отсутствие электрического поля, а ВЕ, это в присутствии электрического поля. И вот таким образом, можно, изменяя скорость, то поле нет, то поле включили, измерять, значит, заряд, который находится на капельке. Нужно фиксировать вот эти две скорости. В0 до включения поля и ВЕ после включения поля. Сами понимаете, работа адова. И понятное дело, что это все под микроскопом делается, и это ужас. Вот какие герои были наши предки, и какие измерения делали в эпоху, когда не было никаких электронных средств регистрации. Вот, кстати говоря, скорость падения в отсутствии воздуха. В отсутствии электрического поля, пожалуйста. А вот, значит, скорость, значит, как ведет себя тело, значит, когда на него действует электрическая сила. Вот сила тяжести, скорость падения, да, вот это все должно уравновешивать таким образом. А сила сопротивления 6П это Р на ВЕ. В в присутствии электрического поля. И вот что оказалось. Вот смотрите-ка, опыт такой. Это уже не про Меликена. Да, ну опыт, да, надо, ну воспеть надо Меликена, я вас умоляю. Опыт Меликена вообще совершенно выдающийся опыт. Именно тогда впервые было измерено заряд, элементарный заряд, скажем так. Так, он может быть как положительным, так и отрицательным. Понятное дело, что капелька может приобрести какое-то количество электронов, а может их потерять. Вот. И, когда надо будет положительный заряд иметь. Величины этих зарядов были очень точно померены. И оказались кратно какой-то величине. Вот 1,6 на 10 минус 19 кулона. Вот так вот оказалось. До сих пор, ну, по крайней мере, до последнего времени, может быть, там, десяток лет тому назад, эти данные, в принципе, были в активе исследователей. Исследователи к ним применяли свои методы. Были эксперименты, которым, значит, Меликен не очень доверял. Ну, знаете, как эксперимент. Не задался, как-то что-то вот плохо шло. Может быть, причина не совсем выяснена. Помните, не так давно вот зафиксировали якобы сверхсветовую скорость нейтрино. Оказывается, была какая-то ошибка. Ее вот нашли потом, да. Так вот, некоторые исследователи современные, которые вовлекают, значит, в обработку те эксперименты, от которых Меликен отказался, вроде бы находят, что в этих экспериментах заряды капелек кратны не заряду, не элементарному заряду, вот 1,6 на 10 минус 19 кулона, а 1,3. То есть, может, там кварки в свободном виде регистрируются. Кварки как раз такие заряды имеют, кратные 1,3 элементарного заряда. Ну, в общем-то, принято считать, что это артефакт, как говорится, что это ошибка, это обработанные данные, ну, содержащие методическую или методологическую ошибку. Ну, так вот, приступим к другому эксперименту, к очень яркому. Значит, в магнитных полях, электрическом и магнитном, параллельном, на одном и том же расстоянии эти поля действуют. Видите, вот L1. Помните, у нас были поля, мы их нагружали там, да, L1, там было и то электрическое, и то магнитное поле, мерили отклонение. Что тут будет делать? Электрическое поле будет отклонять направление оси Х, а магнитное, естественно, в перпендикулярном к нему направлении, что перпендикулярно к полю будет действовать Лоренцева сила, вдоль оси Х. Как же будет рисоваться этот пучок, куда он будет отклоняться? Дело в том, что в этот пучок влетают частицы с самыми разными скоростями, в принципе говоря. Вот, с самыми разными скоростями. Как же, что будет рисоваться на экране? На экране будут появляться параболы, квадратичные параболы. Посмотрим, откуда это берется. Вот, смотрите, Х. Видите, Х. Е делить на М умножить на Б. Б это какая-то величина. Вот эти вот размеры, они одинаковые для Х и для У. Это, значит, Л1, это расстояние, которое проходит заряженная частица внутри, значит, одновременно действующего параллельных электрическо-магнитного полей. Вот. Л2, это то, что она проходит после уже этого поля. Ну, вот, собственно говоря, все. Да. А тут В0 фигурирует. А вот У. То же самое. Заряд делить на массу. Теперь вместо Б Е, да. А там Л1, Л2, и только внизу В0 квадрат. Если все это дело покрутить, поколдовать, да, то так как раз и получится. Вот, мы вместе их записали. Покрутить, поколдовать. Ох. Ну, вы можете сами покрутить, поколдовать. Скажем, Х разделить на У. Е на М сократится. Вот эти размеры сократятся. Будет отношение Б к Е. Ну, это какая-то константа. И будет фигурировать В. Да? Это кого мы разделили? Х на У. В будет фигурировать. То есть, В. В. Просто наверху будет В. То есть, Х, оказывается, пропорционален В. А У, видите, Х, Х. Х пропорциональна единица на В, а У пропорциональна единица на В квадрат. Вот так уж тогда сказать. То есть, У пропорциональна Х квадрат. Пора было. Ну, все. Вот на этом месте. Не надо ничего делить. Поглядели. Вот. Е на М спокойно пропустили. В на Е. Ну, подумаешь. И вот он по Х пропорциональна единица на В, а У пропорциональна единица на В квадрат. То есть, если у вас пучок имеет самые разные скорости В, вы можете их варьировать, кстати говоря. То этот пучок на экранчике или там, как тогда ставили фотопластинку, он рисует параболу. Параболу. Ну, вот оно отношение. Да? М на Е умножить на В делить на В. Вот оно все это определяет у нас. И вот они получились здесь параболки. Они зависят от отношения Е к М. Вот этот вот параметр, который туда входит, в эту параболу. Вот он. М на Е. Или Е на М. Вот они, две разных параболы. Фотография очень плохая, но это настоящая. Это еще из тех времен, когда на фотопластинках, это такие были стеклянные пластинки, пократы, покрытые, значит, чувствительные эмульсии. На них падают, понимаете ли, пучки. Вот видите, там что-то написано, да, вот они там гидраргерум, еще что-то. СО2, ион СО2, там кто-то им бомбил. И вот каждый из них свое соотношение между зарядом и массой. А если вы знаете заряды, вы таким образом можете измерить массу. Это некий такой способ массоспектрометрии. Зато просто меня это лично шокирует. Вот построение таких парабол. Что еще можно тут учудить? Значит, можно учудить еще один способ массоспектрометрии. Смотрите-ка, вот такое последовательное. Сначала вы отклоняете, отклоняете в электрическом поле, да, а потом отклоняете, но в другую сторону, в магнитном поле. И они, эти самые частички, фокусируются на разных расстояниях по оси. То есть, тут надо уже поместить чувствительный объект. Тогда это была, опять же, фотопластинка. Вот, представляете, вот в вакууме фотопластинку ставили. В темноте причем надо было делать это, да, наверное. Хотя, может быть, не очень чувствительная пластинка, можно и на свету. Вот. И вот они фокусируются в разных точках. Разные точки отношения Е на М. Если заряд у них у всех одинаковый, а разные массы, вот. Так впервые, собственно говоря, по вот этим вот параболкам, где там она? Вот она, парабола. Первая. Это первое подтверждение факта существования изотопов. Видите, вон там две параболки, вот HG, да, гидраргерум. Две параболки для ртути одинаковые, да. То есть, они разные параболки. Оказывается, у ртути бывают разные изотопы. Так вот впервые были обнаружены изотопы. То есть, у нас однозарядный ион летит, да, например. Вот. И он по-разному отклоняется. Значит, масса разная. Вот так вот впервые обнаружили изотопы. Очень важные вещи. Ну, по крайней мере, подтвердили их существование таким образом. Так. Хочу я вам показать настоящий массоспектрометр. Вот это обычный, настоящий массоспектрометр. Без дураков. Значит, смотрите. Вылетает вот оттуда, через щель, объекты. Значит, частички наши, да. Пролетают они через скрещенные поля, электрические и магнитные. Вследствие чего они, значит, коллимируют, приобретают одну и ту же энергию, да. Помните, я вам говорил про такой вот электрический и электромагнитный, наверное, можно назвать. Но обычно электромагнитное что-то переменное. Там у нас вот постоянно электрические и магнитные поля. Вот он коллимирует. Ну и вылетело дальше что-то вот. А дальше полетел он в область, где у нас магнитное поле действует перпендикулярно. И там аккуратненько по окружности полетел. А этот радиус окружности зависит опять от чего? От отношения заряда к массе. Вот это называется массоспектрометр. Замечательная вещь. В этих массоспектрометрах когда-то, когда-то, значит, даже пытались, ну, во-первых, массы определяли изотопов. И даже пытались разделять изотопы с помощью такого вот метода, фактически массоспектрометрического. Вот когда нужно было разделять изотопы урана, чтобы, значит, производить, значит, дестроить реакторы, атомные бомбы первые. Вот так вот, даже так пытались их разделять. Вот таким вот массоспектрометрическим методом. Вот еще замечательная вещь. Циклотрон. Очень замечательная вещь. Помните, я вам говорил про постоянство траектории? Про постоянство, простите, периода обращения. Вот если вот там где-то в центре вылетает заряженная частица, электрон, например, или протон с какой-то скоростью, и начинает двигаться. Вот он пролетел из правого дуанта, вот нижний или правый, в верхний дуант, вот он начинает спиралька, и поле поменялось. И вот тут вот синхронно меняется поле. Синхронно с этим периодом. Циклотрон. Циклический. Вот он пролетел туда, поле поменялось. И он обратно вылетает по окружности, поле опять меняется. И каждый раз он приобретает небольшую энергию. И на самом деле это не кусочки, а это кусочки окружности, но каждая окружность разного радиуса. Но время там постоянное, тут охронные траектории. И так он раскручивается. Так вот, какое же удивление испытали люди, когда оказалось, что ускорять до очень больших энергий нельзя очиститься. Оказывается, перестает работать вот этот вот обычный наш закон. От чего зависит период? От массы. От массы и заряда. А если масса изменится? Тогда изменится и период. И получается, что вот это вот, если вы прикладываете постоянное поле, вот это вот, работать ничего не будет. Нужно... Ну, не получится. То есть циклотрон может работать только для... Ускорять только те частицы, которые не стали еще релятивистскими. Да, вот эти релятивистские частицы. Это то есть частицы, двигающиеся большими скоростями, приближающимися к скорости света, они уже... Их масса меняется. Вот такое вот удивительное свойство. Начинает сказываться на измене массы. Это, пожалуй, наилучший способ подтверждения в специальной теории относительности Эйнштейна. Вот есть скептики, которые до сих пор иногда утверждают, что это не так, что это все Эйнштейн намудрил. Ну, что вы не знаете Эйнштейна? Господи, я вас болею. Нет, мы знаем Эйнштейна, и он тут был прав, вот это вот подтверждает его правоту. Конечно, можно его уточнять, но не в том направлении, что давайте откажемся. Нет, уточнять надо, а не отказываться надо. Это большая разница. Кстати говоря, этот запрет преодолели. Создали так называемый синхрофазотрон. Синхрофазотрон. Принцип работы синхрофазотрона основан на этой фразе из бессмертной кинокомедии «Операции и другие приключения Шурика». Это когда по радио диктуют ответ на вопрос. Принцип работы синхрофазотрона. Так вот, в синхрофазотроне эту фазу изменения корректируют с процессом ускорения, с изменением массы. Это опять же еще одно подтверждение справедливости специальной теории относительности. Та, которая говорит про изменение всяких там скоростей, масс тел и так далее. Но наше время потихонечку подходит к концу. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам удачи. Всяческих благ. Приходите к нам еще. Всех благ. Продолжение следует...